Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Сегодня в нашей программе. Психология омоложения или как вернуть и сохранить молодость. В рубрике «Книжная полка» знакомство с книгой Елены Мазовой «Цветы, дарующие здоровье и успех». На вопросы телезрителей ответит психотерапевт Михаил Глянцев. В рубрике «Рецепты счастья» рецепт от известного практического психолога Галины Шереметьевой о том, как побороть депрессию и страхи. Как сохранить молодость? Над этим вопросом человечеству бьется уже много веков, мечтая создать эликсир молодости, продлить свою жизнь, избавиться от болезней и победить старость. В наше время существует масса способов сделать себя молодым, начиная от всевозможных процедур, заканчивая пластическими операциями. Правда, как утверждают специалисты, все эти меры временные, их хватает ненадолго, а так хочется быть молодым всегда. О психологии омоложения, о том, как вернуть утраченную молодость, а вернув, сохранить ее на долгие годы, наша сегодняшняя программа. Что нужно для того, чтобы продлить жизнь и сохранить молодость? Международная группа врачей, психологов и диетологов разработала 10 заповедей, следуя которым можно достичь желаемого. Итак, первое. Не объедайтесь. Вместо привычных 2,5 тысяч калорий довольствуйтесь полутора тысячами. Помните, что меню должно соответствовать вашему возрасту. Найдите подходящую для себя работу. Работа способствует моложавости, как утверждают французы. Найдите себе пару в жизни, ведь любовь и нежность являются лучшим средством против старения. Имейте на все собственную точку зрения. Осознанно живущий человек значительно реже впадает в депрессию. Двигайтесь. Даже 8 минут занятий спортом в день продлевают жизнь. Спите в прохладной комнате. Сон при температуре 17-18 градусов позволяет дольше оставаться молодым. Время от времени балуйте себя. Позволяйте иногда себе любимому лакомый кусочек. Не подавляйте в себе гнев, иначе вы будете часто болеть. И, наконец, тренируйте головной мозг. Этим вы замедлите процесс возрастной деградации, активизируете работу сердца, кровообращение и обмен веществ. Главное же, как утверждают ученые, удается не стареть именно тем, кто не хочет стареть. И возраст определяется не по дате рождения, а по внешнему виду. Поэтому забудьте о том, сколько вам лет. Оставайтесь молодыми и красивыми. Ведите активный образ жизни и будьте счастливы. Итак, тема нашей программы сегодня – психология омоложения или как вернуть и сохранить молодость. У нас в гостях кандидат социологических наук, практический психолог Геннадий Михайлович Кибардин. Кибардин Геннадий Михайлович окончил Выборгское училище гражданской авиации и Военно-воздушную академию имени Жуковского. Более 20 лет служил в Военно-воздушных силах России. Работал технологом, инженером и главным конструктором на авиазаводах в нашей стране и за рубежом. После службы в армии окончил заочное отделение междисциплинарного учебно-исследовательского центра по специальности «Практический психолог». Кандидат социологических наук. Заместитель директора Центра китайской медицины. Преподаватель. Читает лекции по психологии в Академии права и управления и в Институте человека Академика Нарбекова. Автор книг по психологии и здоровья. Руководитель проекта «Комплексная система омоложения человека». В настоящее время работает над докторской диссертацией по психологии долголетия и молодости мужчин. Мастер спорта по морскому многоборью. Полон творческих планов, сил и энергии. Здравствуйте, Геннадий Михайлович. Здравствуйте. Вот вы нашли свой эликсир молодости. Вы являетесь автором программы «Омоложение». Сколько лет в вашей программе? Сколько она уже лет действует? Больше 15 лет. Скольким людям вы помогли? Не считал, но, наверное, очень много. Я знаю, что вы начинали с себя. Да. Как вы пришли к этому методу? Когда я закончил службу в армии, мне было 47 лет. У меня были седые волосы, сутулое тело, перекошенное лицо. И вообще такой век, как будто мне далеко за 60 лет. Постепенно начал изучать, что такое правильное питание, правильное отношение к себе. И постепенно я понял, что эликсир молодости находится внутри сознания каждого человека. И умелое применение его позволяет изменить свой биологический возраст и вернуть состояние молодости. Сколько лет вы занимались, практиковали этот метод, чтобы прийти к сегодняшнему результату? Ну, в общей сумме лет 15. Ну, а результат проявился последние 2-3 года, когда я понял истину. А истина очень простая. Если хочешь быть молодым, будь им. Сколько вам сейчас лет, если не секрет? Мне сейчас седьмой десяток, но я чувствую себя прекрасно. У меня легкие движения, идеальное зрение, разогнулась спина, плечи. То есть хочется жить и творить. Что представляет собой ваш метод в целом? Метод в целом, он довольно прост. Каждый человек имеет возможность воздействовать на свой биологический возраст посредством убеждения и внушения. Человек представляет себя молодым, повторяет это в день несколько раз. И через короткое время он становится другим. А что такое возраст? Возраст бывает трех типов. Это возраст хронологический, который записывает нам от рождения. Возраст биологический, который соответствует состоянию нашего тела. И возраст психологический. Это тот возраст, которым мы себя ощущаем и представляем. В каждую эпоху, в каждое время, к возрасту относились по-разному. Допустим, есть понятие бальзаковского возраста. Это всего лишь женщина 35 лет. И женщина такого возраста во времена бальзака считалась уже не молодой. Да, во времена Александра Македонского средний возраст был порядка 29 лет. Бальзаковский возраст, да, 45-49 лет уже считалось далеко не молодой человек. В наше время быть старым не модно. Люди хотят быть молодыми. И люди в 80, в 90, в 100 лет в трезвом уме творят и создают. Планка молодости поднялась значительно. 60-70 лет. Это считается еще возраст творчества. Это еще молодежь. Что такое, по-вашему, возраст? И как лично вы ощущаете свой возраст сейчас? Я считаю, возраст это то, насколько человек сам себя ощущает. Но это далеко может отличаться сильно от паспортных данных. Я себя ощущаю лет на 25-27. Человек не должен ощущать свой возраст. Он всегда должен быть молодым. У меня 20 лет, я возраст особенно не ощущаю. Дальше видно будет. Но пока я чувствую силу, энергию, пока возраст для меня это радость. Я ощущаю себя молодым, несмотря на то, что мне периодически напоминает, что ты уже не тянешь на это. Но мне как-то важнее в данном случае собственное мнение. Поэтому я живу совершенно без всяких комплексов. Я знаю, что мне 57. Ну что теперь сделать? Ну не умереть же мне от этого. Если человек о себе забыл и не заботится о себе, конечно, он может быть и 20 лет по возрасту, а в душе уже старик. В чем корень этой проблемы, Геннадий Михайлович? Вот почему одни люди долго остаются молодыми, а другие старятся довольно быстро? И можно ли сохранить молодость надолго? Конечно, молодость можно сохранить надолго. Главное, как к себе относиться. Многие из нас не умеют поддерживать состояние гармонии тела, души и окружающей среды. Вот этот фактор, когда мы находимся в гармонии с самим собой и с окружающими нас людьми и миром, это основной фактор поддержания долголетия и молодости. Все зависит от того, как человек относится к себе. Одни люди относятся к событиям, происходящим легко и с улыбкой, другие переживают сильные стрессы, негативные отношения, непонимание. Все это ведет к тому, что человек преждевременно старится. Старится его биологическая составляющая. И постепенно под это биологическое составляющее сознание уже начинает соглашаться. Да, мне уже столько-то лет, да, я уже вроде как бы и старый. И стоит ему подумать, что он молодой, как начинает возвращаться все назад. То есть человек сам уговаривает, убеждает себя в своей старости. Да, проводили эксперимент пожилым людям, внушали, что они молодые, у них менялись все показатели тела. То есть молодость находится внутри человека, и чтобы поменять свое отношение к старости и к молодости, нужно знать, что тебя старит, и делать то, что тебя делает молодым. Конечно, нужно представить то состояние, когда было, например, 20 лет, 30 лет. Вернуть себе это состояние и не ограничивать себя рамками времени. Их нет. Вы можете все. Подробнее о том, что нас делают старыми и что делают для того, чтобы стать молодым, мы поговорим в следующем разделе нашей программы. А сейчас настало время рубрики «Книжная полка», где нас ожидает знакомство с книгами, полезными для жизни. Комнатные цветы, простенькие фиалки, колючие и неколючие кактусы, огромные пальмы прочно вошли в моду и в наш дом. А вместе с ними вошло и множество поверьей. Например, держишь дома кактусы, муж непременно станет пьяницей. Комнатные растения цветут не к добру. Не цветут, хозяева обеднеют. Завели плющ, муж обязательно уйдет к другой. Но если верить всем этим суевериям, то окажется, что в доме вообще опасно иметь комнатные растения. Но без них так неуютно, особенно осенью и зимой, когда так хочется тепла побольше, зелени перед глазами. Новая книга, которую хочу вам представить сегодня, посвящена комнатным растениям. И называется «Цветы, дарующие здоровье и успех». Написал ее известный московский астролог Елена Мазова. В своих книгах автор использует традиционную науку, наблюдение, личный опыт, аналитическое мышление и, конечно же, женскую интуицию. Часто интуитивно полученную информацию Елена Мазова многократно проверяет на практике, так что ей можно верить. Книга отвечает на множество вопросов, которые почас даже не приходят к нам в голову. Например, вы любите розовые фиалки, они у вас плохо растут. В чем же дело? Весь секрет в том, пишет Мазова в своей книге, что это растение телец, и оно не любит чрезмерного внимания. Вы прочитаете, какие растения могут оказаться именно для вас донорами, а какие вампирами. Как сухоцветы влияют на домашний уют. А знаете, почему ворованные цветы лучше приживаются? Потому что мы не тратим на них много своей энергии и не настаиваем на том, чтобы они прижились. И, соответственно, нам не больно, если это не случится. Книгу Елены Мазовой условно можно разделить на две части. В первой автор предлагает найти свой собственный цветок, опираясь на знаки зодиака. Кроме того, Елена Мазова считает, что у каждого растения тоже есть свой знак зодиака. А во второй части автор дает астрологические рекомендации по уходу за комнатными растениями. В частности, в конце книги приведена подробная таблица лучшего часа дня и, не удивляйтесь, лучшего часа ночи по уходу за цветами. Данное сведение о том, что у каждого растения, оказывается, есть свой выходной день, так же, как у людей. Так, например, воскресенье должно стать выходным днем для комнатных растений водолеев, а понедельник для растений козерога. С этим можно поспорить, с этим можно не согласиться. Но, прочитав книгу Елены Мазовой, вы обязательно почувствуете, в чем нуждаются именно ваши цветы. Начните ее читать, и уже через месяц вы увидите результат. Общение на новом уровне с комнатными цветами пойдет на пользу и им, и вам. Итак, продолжаем наш разговор о психологии омоложения, о том, как вернуть и сохранить свою молодость. У нас в гостях автор методики омоложения Геннадий Михайлович Кибардин. Итак, Геннадий Михайлович, что же старит современного человека? Как возревает в нас эта старость? Как мы делаем сами себя старыми? Старость, она приходит незаметно. Сначала появляются мелкие морщины, сутулость, различные проблемы, и человек, не замечая того, переходит в состояние, как ему кажется, старого человека. Хотя на самом деле старость наступает по одной причине. Мы слишком торопимся, мы перегружаем себя эмоционально, мы испытываем колоссальные стрессы, мы нарушаем закон, все хорошо в миру. Стоит вспомнить об этом, как старость начинает отходить. А что такое старость, как процесс? Старость, это, скорее всего, биологическое состояние человека, которое, в конечном итоге, начинает дополняться его психологическим восприятием. И человек, глядя на себя и видя одну морщинку, говорит, о, я уже старый. От чего зависит возраст человека? От того, насколько он часто смотрит на себя в зеркало и считает морщины, или от чего-то другого? Я уже говорил, что мы в основном рассматриваем биологический возраст человека. Он зависит от того, насколько мы любим себя, насколько мы находимся в гармонии с окружающим миром. Если мы выпадаем из гармонии, тогда наше тело начинает работать в очень режиме стресса, режиме перегрузки, что в конечном итоге вызывает биологические изменения. Морщины, сутулость, седина. Дело в том, что мы не умеем, как следует, расслабляться. Закончили рабочий день, все, забыли о работе, природа, животные. Все, что нас окружает, мы должны быть в гармонии с ним. А мы продолжаем, вернувшись домой, думать о работе, о каких-то проблемах, мы не расслабляемся. Если взять сонную кошку, она висит, а если взять нас сонных, мы напряжены. Даже во сне мы не расслабляемся. То есть мы не даем своему телу расслабиться и восстановить силы. А что старит современного человека? Человека нашего времени? Современного человека, скорее всего, старит то, что он хочет и то, и другое сразу. Что практически нереально. Он очень себя перегружает. И еще современный человек, он не живет в сегодняшнем дне, он живет в завтрашнем, он стремится еще, еще, еще. А тело живет сегодня. Его нужно кормить, одевать, поить, охранять здесь и сейчас. Это самый главный принцип, который мы нарушаем. Как вы считаете, что старит современного человека? Что не позволяет ему надолго оставаться молодым? Я думаю, в первую очередь, стресс и бешеный ритм жизни. Особенно в Москве, здесь просто нереально находиться. Все кипит, бурлит. Прежде всего, экология. Мы живем в огромном мегаполисе. Это и машины, и какие-то производства. Беспечность. Они не думают ни о ком. А когда ты думаешь о ком-то, и кто-то к тобой нуждается, мы всегда должны быть молоды. Это припасы жизни. Ну и вот отсюда все наши старения. Потому что ты теряешь при каждой встрече с жизнью, ты теряешь кусок, часть души, часть сил, часть возможностей, часть энергии, часть чего-то. Вот и все. Как же проявляется старость, Геннадий Михайлович? Как мы сами себя старим? В первую очередь появляется ранняя седина. Седина связана со стрессами. Мы переживаем сильные стрессы. Ухудшается работа кишечника. И как следствие мы седеем. Стоит направить работу кишечника, как начнет уходить седина. Появляется мелкая сетка морщин. Морщины связаны в основном с перегрузками и с малым потреблением воды. Если вы будете пить ежедневно 30 миллилитров умножено на ваш вес воды, то этого достаточно, чтобы ваше лицо не морщилось, чтобы исчезли морщины. Если вы весите 50 килограмм, умножьте на 30, получится полтора литра жидкости в день. Наверное, удивительно, но когда я вернулся из Африки, я был почти седой. И мне удалось убрать стену путем нормализации питания. Зрение было очень низко. Мне удалось восстановить зрение за счет того, что я стал видеть жизнь реальной. Я не стал мечтать о заоблачных каких-то целях. Я стал реально жить. И зрение вернулось. Морщины, мелкая сетка морщин, которая была на моем лице, она растворилась, она ушла. Я стал работать с образом молодого человека. Я представил, что мне 20 лет. Молодой, сильный, здоровый. Далее, сутулость человека. Наши проблемы давят нам на плечи, изгибает наш позвоночник, ухудшается кровоснабжение всех органов, и люди начинают чувствовать себя неуютно, начинают стареть. Осанка человека играет очень важную роль. Успешные, богатые люди имеют красивую осанку. Если вы хотите помолодеть, если хотите быть богатым, успешным человеком, распрямите свою спину, вспомните свою молодость, и тогда к вам вернется молодость, успех. А есть еще другие методы, которые также помогают стать молодыми. О других методах более подробно мы поговорим в следующей части нашей программы. А сейчас в эфире рубрика «Вопросы к психологу». И сегодня на вопросы телезрителей отвечает психотерапевт Михаил Глянцев. Здравствуйте. В почту нашей программы пришло много писем. Для ответа мы выбрали следующее. Мы с мужем живем в гражданском браке уже 5 лет. Мне хочется оформить наши отношения, но муж говорит, зачем это нужно, если нам и так хорошо. Что изменит печать в паспорте? Очень хочется детей, но я считаю, что для детей нужна настоящая семья, а не гражданская. Что мне делать? Ну, надо ясно понимать, что гражданский брак – это все-таки временное отношение. И что отношения гражданского брака должны когда-нибудь закончиться. Они должны либо закончиться расставанием, либо они должны перерасти в брак нормальный. и вам с мужем надо определить, для чего вам нужны гражданские отношения, что вы хотите в них для себя выяснить. И самое главное, сколько это займет времени. Попробуйте с мужем договориться о конкретных вещах, о некоторых вот таких показателях в ваших отношениях, когда обе стороны будут удовлетворены ими, и обе стороны будут готовы перевести гражданские отношения в полностью официальные. Я желаю вам обрести семью в вашем понимании. Итак, продолжаем наш разговор о психологии омоложения. Итак, Геннадий Михайлович, как работает ваш метод? Как можно себя омолодить? Я думаю, что это можно рассмотреть на примере одного дня типового. Вы проснулись утром, вы должны создать себе позитивное настроение. Нужно выпить как минимум полстаканчика теплой воды, чтобы запустить работу системы кровообращения. Перед тем, как вы вышли из дома, посмотрите в зеркало, улыбнитесь, подмигните и скажите, у меня все получится. Вы вышли на улицу, вы сели в транспорт, толкучка, много народу, но вы не обращайте на это внимания. Вас ничто не может выбить из состояния спокойствия и равновесия. Вы едете на работу. Приехав на работу, вы также сохраняете позитивное настроение. Если много негативных факторов, значит, возможно, эта работа не ваша. Возможно, вам нужно поменять эту работу. А во всех других ситуациях вы можете быть хозяином этого. Пришли на обед. На обеде очень важно, чтобы вы во время обеда говорили о хорошем, о позитивном или просто слушали музыку. Если люди начинают обсуждать негативные новости, это негативная информация. Вместе с пищей до трех суток гуляют в теле человека и подавляют его. Закончили работу, вышли с работы, забудьте про работу. Все, работы никакой. Вы идете домой, вы меняете свое настроение, вы настраиваете на то, что вас ждут домашние, вас ждет отдых. И займитесь своим телом, займитесь своими домашними. Погладьте кошку, собаку, погуляйте. И вы почувствуете, как здоровье и молодость к вам возвращаются. И что, этого достаточно для того, чтобы молодость начала возвращаться? Нет. Утром есть такой важный фактор. Вы начинаете настраивать себя на то, что вам, например, 20 лет. Вы несколько раз проговариваете. Моему физическому телу 20 лет, здесь и сейчас. Проговорив это, вы тем самым своим клеткам пробуждаете память. Клетки тела хранят память того возраста, в котором они были. Любой возраст можно вернуть. Они начинают работать в том ритме, когда вам было 20 лет. Если вы будете каждый день проговаривать по минуте, по две, два-три раза в день, тем самым через два-три месяца вы увидите, какие разительные изменения происходят в вашем теле. А что происходит в организме человека при этом? При этом в организме человека клетки вспоминают тот возраст, в котором они были, и происходит омоложение. Нормализуется работа всех систем и органов. То есть, если произвести анализ крови, то анализ крови будет соответствовать не 60-летнему человеку, например, а 20-30-летнему. Это очень здорово. Причем медицина это все подтверждает. Сколько времени нужно практиковать этот метод, чтобы заметить хотя бы первые результаты? Реально в день, если вы будете выбирать 2-3 минуты, утром, в обед и вечером, этого достаточно, чтобы через полтора-два месяца начались первые изменения, а через три месяца уже реальные изменения в сторону омоложения. Через полгода появляются стойкие изменения, а через год человек становится совершенно другим. Ваш рецепт, как оставаться молодым на долгие годы? Радоваться жизни. И все. Заботиться надо о людях, о себе. Ну, меньше нервничать, наверное, и быть оптимистом. Находиться по возможности в состоянии влюбленности. Это очень молодец. Главное не унывать. Почаще бывать на природе. Дышать свежим воздухом. Поменьше быть в мегаполисе выходных. Гулять в лесу. Как ты себя чувствуешь, так ты и живешь. Соответственно, ты не стареешь душой. Ну, и живешь, соответственно, не старчески. Потому что некоторые, я знавал людей в 20 лет, подыхают заживо, едва встают со стула в три приема. Понимаете, зависит от состояния души. И, соответственно, так и живешь. Что происходит, когда человек делает пластическую операцию? Когда он себя искусственно омолаживает, а вот не изнутри, так как вы объясняете? Пластическая операция – это, скорее всего, человек надевает на себя как бы маску красивого молодого тела. Но внутри изменения не произошли, а тело продолжает медленно стареть. Поэтому очень важно, чтобы молодость шла изнутри. Конечно, есть случаи, когда пластическая операция необходима. Но в большинстве случаев очень важно пробудить молодость внутри своего тела. Тогда и тело внешне будет молодым, здоровым и привлекательным. То есть должен быть правильный психологический настрой. Может ли человек сам себя омолодить? Или все-таки для этого нужно обращаться за помощью к специалистам? Если человек не сталкивался с этим, конечно, может, но он потратит годы, лучше обратиться к специалистам. Тогда он буквально за несколько месяцев поймет, что делать и запустит этот процесс на полную мощность. Лично вы проводите где-то семинары по этой теме? Да, я в Москве провожу семинары индивидуальные, групповые. И успех налицо. Есть люди, которые сбрасывают буквально по 20 лет. Это так здорово, когда женщина, женщина – это же цветок, и когда она расцветает вновь, это очень приятно видеть. То есть к вам можно прийти на семинар и пройти курс обучения? Да, если есть такая необходимость, я приглашаю желающих прийти на семинар и пройти обучение. Я думаю, что телезрители, увидев нашу программу, позвонят нам в редакцию, и мы тогда направим их на ваши семинары. Я буду рад. Рад помочь людям стать молодыми. Спасибо вам огромное. И в заключение нашей программы, ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, пожелания у меня может быть одно. Самое главное, сколько бы вам лет не было, чувствуйте себя молодыми. Постарайтесь находиться в гармонии внутренней и внешней, и тогда возраст будет не помехой. Чем больше будет вам лет, тем больше вы будете уделять времени для того, чтобы быть мудрым человеком и творческим. Творить и создавать – это так здорово. Еще раз огромное спасибо. И, дорогие друзья, по традиции, в заключении нашей программы рубрика «Рецепты счастья», где нас ожидают рецепты на все случаи жизни от профессионалов и не только. Наша жизнь порой предлагает нам очень нелегкие решения, достаточно сложные задачи ставят у нас на пути. Мы устаем. Депрессия, страхи обостряются. И мой совет будет для вас, милые женщины. Вы устали. Вам кажется, что это бесконечная цепь событий, работа, дом, хозяйство, и никогда не будет этому конца. Уже ничего вас не радует. Как прийти в себя? Как поднять свое настроение и вернуться в состояние прекрасной женщины, которую все любят и просто обожают? Мой совет будет такой. Во-первых, вы можете подойти к зеркалу, и лучше делать это каждое утро. Смотрите на себя, улыбнитесь себе и скажите «Ах, как хороша!». Даже если вы увидите в зеркале совсем не то, и вам это не очень понравится, но эта формула будет иметь прекрасный результат, и вы через некоторое время почувствуете, что все так и произошло. Второе. Вы можете сходить к подруге и поболтать. Главное – не слушать никаких советов. Вы просто говорите, говорите и говорите. Через некоторое время вы почувствуете, что настроение улучшилось. Третье. Пойдите в магазин и займитесь легким шопингом. Часто небольшая покупка радует женщину больше, чем все остальное. Она меняется, и жизнь оказывается совершенно в другом свете. И третье. Если вас на самом деле пугают цены в магазинах, если вы устали от всего, и денег не так много, как прийти в себя в магазине? Женщину очень меняет одежда. Женщина зависит от одежды. Поэтому мой совет – пойдите и помиряйте. Разные вещи, разные платья, разных фасонов, разных цветов. Не смотрите на цены. Через некоторое время ваше настроение улучшится. И вы поймете, что вам даже не обязательно было что-то покупать. Будьте счастливы! Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Помните, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok